Главная информационная программа о жизни региона в эфире ОТС в студии Александр Ширудила. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Беспрецедентные меры поддержки семей с детьми и ценные награды в преддверии Международного женского дня в Новосибирской области поздравили многодетных матерей. Больницу приведут в порядок, рекордную сумму выделят на ремонт Бердской ЦРБ. Начнут вот-вот, а когда закончат работы? Вопросы искусства и психологии, спальные районы, серые многоэтажки, феномен каменных джунглей обсуждают в театре. Мама – первое слово. Сегодня в Новосибирской области с 8 марта поздравили тех, кто воспитывает трех и больше детей. Многодетным жительницам региона вручили заслуженные награды. Светлана Шевченко узнала, в чем секрет материнства. Труд, который не знает отпусков и каникул. Сегодня в Новосибирской области накануне Международного женского дня знаком отличия за материнскую доблесть наградили 15 многодетных мам. У Ларисы Летуновой из Бердска 6 детей. Старшему сыну 20 лет. Выбрал профессию военного. Младшей дочери полтора года. Дети учатся в школе, колледже, посещают множество кружков. Лариса признается, страшно было решиться на второго. Когда ощутила прелести материнства, решили, детей будет больше. Государство поддержало семью. Президентский это материнский капитал и погашение ипотеки, который 450 тысяч. Благодаря им мы дом купили свой. Может быть что-то посоветуйте, пожелаете будущим родителям от себя? Наверное больше все-таки времени проводить с семьей, уделять времени каждому человеку. За последние несколько лет количество многодетных семей в регионе выросло почти вдвое. С 25 до 47 тысяч. В области действует множество мер поддержки. Одна из них – компенсация половины суммы, уплаченные за коммунальные услуги. У меня есть льготы на коммунальные услуги, так как многодетная семья. И что еще? И в школе питаются бесплатно, как многодетная семья. Мне очень приятно, что находиться здесь и получать именно по материнской линии награждение. Помимо удостоверения за материнскую доблесть, сибирячкам вручили денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. С каждым годом эта церемония, она приобретает все большее и большее значение для нас. Возвращаемся к своим корням, своим истокам, к тем самым традиционным российским ценностям, о которых в последнее время очень много говорится. И важнейшими элементами этих традиционных для нас ценностей является уважение к старшим и уважение к женщинам. С 2008 года более 1300 женщин получили знак отличия. У сегодняшних героинь от 5 до 7 детей. Самой молодой – маме 34 года. В этом году в Российской Федерации запустят новый проект по повышению качества жизни, семей и рождаемости. Сегодня, на то, что мы говорим с больших трибуны, мы и на федеральном уровне, вы все это ощущаете на себе каждый день. Все, что делается, все, что делает наш президент, сегодня вы это все ощущаете. Наши бабушки и дедушки-то все имели многоэтные семьи. К сожалению, сейчас это утратили за последние 30 лет. Мы на уровне области будем делать все для того, чтобы поддерживать вас. В 2024 в России объявлен годом семьи. Меры поддержки беспрецедентные. Продлят семейную льготную ипотеку, материнский капитал, увеличат налоговые вычеты на детей. Светлана Шевченко, Валерий Павлов, Новости ОТС. Соответствовать современным требованиям рекордную сумму в этом году выделили из областного бюджета для Берской центральной городской больницы. 406 миллионов рублей направят на ремонт отделения и подготовку проектно-сметных документов. Надежда Волгина узнала, когда начнут работы. Татьяна Киселёва – пациент Бердской больницы. Нуждается в регулярной помощи терапевта и эндокринолога. У пенсионерки больные суставы, а лифт в поликлинике на Островского находится в аварийном состоянии. Подниматься по лестнице становится непосильной задачей. Уже, наверное, года два, если не больше, не работает лифт. Это вообще невыносимо. Бывает, доползёшь до четвёртого этажа, и уже нет сил даже вдохнуть. Я замечала, что не только пожилые люди, но и молодые люди бывают, тоже не очень здоровые. Это большая проблема, и она не решается. Решить проблему с заменой лифта администрация горбольницы обещает в ближайшее время. Средства на ремонт выделят из областного бюджета. Реконструкцию взрослого поликлинического отделения на Островского жители Бердска ждут уже давно. За время своего существования в здании ни разу не проводили капитальный ремонт. Мы планируем в этом году запроектировать этот объект. И очень сильно хотим, правда от нас это мало зависит, завершиться с экспертизой. Чтобы на начало 2025 года мы могли спокойно приступить, получить финансирование, приступить к ремонту этой поликлиники, которая очень необходима нашему бюджетскому населению. 295 миллионов рублей направят на ремонт терапевтического корпуса на Пушкино. Проектно-сметная документация уже готова, и в ближайшее время работы начнут. Продолжат реконструкцию медицинского корпуса на улице Попова. Там планируют создать стационарное реабилитационное отделение. Так вот, за прошлый год мы провели ремонт двух этажей. Это палеотивное отделение и этажа под предстоящую реабилитацию. И в этом году там планируется продолжить ремонт еще одного этажа, выделены средства и благоустройство входной зоны и дороги. То есть поэтапно мы идем к тому, что этот корпус также будет приведен в соответствии с современными требованиями. По мнению экспертов, потребуется не менее пяти лет, чтобы привести в порядок сильно устаревшую Бердскую горбольницу. Медики уверяют, ремонтные работы никак не повлияют на качество оказания услуг. Ни одно отделение не закроют. Надежда Волгина, Алексей Зубила, ОТС Бердск. 200 жителей Убинского района приняли участие в акции «Заботимся о здоровье вместе». Посвятили ее тематической неделе «Матери и ребенка». Акция проводится благодаря нашему министерству здравоохранения и центру профилактики. Узкие специалисты, которые приехали к нам из Новосибирска, эндокринолог, пульмонолог, сосудистый хирург, травматолог, врач УЗИ диагностики и еще порядка четырех человек. В Убинскую центральную районную больницу из мегаполиса приехала большая команда врачей, к которым обычно нужно ехать в областной центр. Принимали и взрослых, и детей. Также в двух школах села специалисты регионального центра медицинской профилактики и общественного здоровья провели уроки, на которых обсудили со старшеклассниками вредные привычки и их профилактику. Ровно год назад Новосибирская область первой в стране запустила губернаторский реабилитационный сертификат для участников СВО. Сегодня в регионе шесть центров, которые оказывают медицинскую помощь. Как живут те, кто прошел реабилитацию, расскажет Юлия Алиханова. Эти кадры были сняты в конце марта прошлого года. На них один из первых участников губернаторского проекта «Роман». В июне 22-го ушел добровольцем, в июле подорвался на противотанковых минах. Контузия, переломы, потеря слуха и зубов. Мужчина в прямом смысле начал учиться заново жить. Я по пальцам уже шевелю. Роман с трудом мог разговаривать. Передвижение тоже было делом не из легких. Однако благодаря реабилитации мужчина встал на ноги, прошел зубопротезирование. Позже узнал о региональной программе «Содействие занятости». Господдержка помогла Роману исполнить и давнюю мечту. Этим летом участник СВО планирует запустить собственную кузнечную мастерскую. Спасибо большое, конечно, губернатору Новосибирской области, правительству, за тот сертификат, который они сделали. То есть ту возможность реабилитации. Потому что человек физически восстанавливает свое здоровье. Он уже еще и морально, духовно, так скажем, возвращается в социум, получает поддержку. На фото три брата. Старший Алексей, совсем маленький Арсений и средний Александр. Саша с детства мечтал прыгать с парашютом и служить в спецназе. В 20-м году молодой человек заключил контракт и оттуда попал на СВО. Когда к ним в школу пришли, говорят, мама, я хочу фото. А им же показывают, я говорю, кем ты будешь? Он говорит, спецназом. Он говорит, мама, но я все равно буду военным. Через две недели Александр отметит свой второй день рождения. 18 марта 2022 года в районе 9 утра попал под массивный артобстрел. Потерял правую руку, чуть не лишился левой, не мог ходить. 20-летнего бойца врачи собирали по частям. 9 месяцев в госпитале, несколько операций и долгое восстановление. Сегодня Александр проходит реабилитацию по сертификату. Там очень достаточно современные тренажеры. Даже стабилоплатформа тоже самое. Хорошо лечит контузию. И она достаточно очень хорошо мне помогла. Раньше, после ранения, я никогда не мог глаза закрыть. Ну, как закрою глаза, и он весь сразу терял. Сейчас этот момент я исправил достаточно хорошее русло. Сейчас Александру 22. Молодой человек активно занимается спортом, а в свободное время передает свой опыт молодному поколению на уроках мужества. За год реабилитационным сертификатом воспользовались 820 бойцов. Программа включает не только медицинскую помощь, но и возможность бесплатно посещать учреждения культуры и спорта. Кроме того, для участников СВО действуют и дополнительные меры господдержки. В конце прошлого года было принято решение о возможности для бойцов, у которых есть серьезные проблемы с передвижением, адаптировать свою квартиру для проживания в условиях маломобильности. И мы сейчас готовим первые пакеты документов для того, чтобы ребята могли вот так свои квартиры дооборудовать и тоже чувствовать себя комфортно. Для того, чтобы получить сертификат, не нужно никуда ходить и собирать документы. Достаточно отправить заявку через сайт МФЦ. Юлия Алиханова, Александр Ведерников, Евгений Павлов, Новость ОТС. Крепкая семья, крепкая Россия. В Сдвинске прошел 19-й сход женщин на праздничном мероприятии. 40 активных селянок и их семьи отметили наградами за воспитание детей и общественную деятельность. Тему продолжит Михаил Якимов. Со сцены звучат только теплые слова. О самом главном – семье. Гости праздника – родители с детьми, в том числе и многодетные пары. В семье Марии и Алексея Кузьминых трое сыновей. Миша, Витя и Илья не устают радовать маму своими поступками. Мужчины – это моя сила и опора для меня. Они меня любят, оберегают. Я среди них чувствую себя королевой. Татьяна Тюрина вырастила и воспитала 8 детей. Говорит, было непросто, но сегодня есть кем гордиться. Например, сыном Александром, участником СВО. Недавно я отметила юбилей, приезжали дети, поздравляли с цветами, с подарками. Сын на Украине, который тоже по видеосвязи звонил, поздравлял. Это гордость, радость. Передаваемые ощущения. Звездный час. Сегодня и у победителей конкурса «Моя семья» – счастливые моменты. Это любовь. Любовь между нами. Любовь к семье, любовь к жизни, любовь к работе. Это все объединяется и получается крепкая семья. Сегодня невозможно представить полноценную жизнь в районе без участия женщин и их семей. Они не только воспитывают детей, создают уют в доме и на приусадебном участке, но и поддерживают семьи участников СВО. Ни одну тонну гуманитарного груза отправили бойцам-землякам в зону боевых действий. Наши отзывчивые люди, они от души это все передают и собирают. Стоит только написать, а не тут же приносят. Это особенно сельская женщина. Я скажу так. Она старается успеть все. И ведь она все успевает. Сельские женщины, они очень трудолюбивые. Они любят землю, они любят свою родину, свой край. Они полностью отдают себя тому месту, где они живут, и тем людям, которые их окружают. Подарки и грамоты – это стимул для творчества и знак благодарности. Хорошие песни – заряд бодрого настроения. Михаил Якимов, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Члены жюри фестиваля «Золотая маска» знакомятся с новосибирским пульчинеллой. В этом году на награды национальной театральной премии претендует только один наш театр – Старый дом. Спектакль Андрея Прикотенко артисты показали на родной сцене. Я не хочу забегать вперед, но просто было ощущение, что члены жюри остались довольно увиденным. Было много сказано хороших слов в адрес нашего театра, в адрес трупы очень много было сказано хороших слов, в адрес состояния, в котором он находится. И вообще, члены жюри уехали очень вдохновленной атмосферой, которая у нас в театре. Напомню, несколько месяцев назад у «Золотой маски» сменились учредители. В этом году конкурсные показы проходят в непривычном формате. Спектакли не вывозят в Москву. Члены жюри сами приезжают к претендентам. Пульчинеллы оценили пока не все. Еще одну делегацию «Золотой маски» Старый дом ждет в середине апреля. Новосибирцы претендуют на победу в семи номинациях. Пока же театр готовится к следующим премьерам 90-го сезона. Это цветы для Элджернона и Магда. Также в театре делают юбилейный спектакль и готовятся к марафону актерских творческих работ без дистанции. Это не часть репертуара. Это когда любой артист, вне зависимости от того, только он пришел в театр, или он работал ему уже много лет, может подать заявку на какую-то творческую работу, будь то спектакль, читка, вечер стихов, концерт, все что угодно. И театр дает ему такую возможность, чтобы он мог реализоваться и показать свое собственное творчество на зрителя. В театре «Красный факел» готовится к премьере спектакля по мотивам повести Николая Лескова «Леди Магбет» Нценского уезда. Правда, действие разворачивается не в купеческом доме, а в обычной квартире, в типичном спальном районе города. Как атмосфера мегаполиса влияет на сознание, зрители обсуждают психологами. Екатерина Широких выслушала мнение. И вот где-то там, вдали, в ваш пещеру, а вы шимпанзе, вот вам как. Жить в тропическом лесу или каменных джунглях – выбор обезьяны очевиден. А что лучше для человека? Психолог Анна Лепихина много лет изучает влияние окружающей среды на ментальное здоровье. Говорит, больше всего проблем у жителей многоэтажек обычно возникают ранней весной. А это, знаете, как будто в тебя мелкие пиявки впиваются, впиваются, впиваются. Вот тебе серо, вот тебе дорога плохая, под ногами разъезжается, соседи дурацкие, все такое прочее. И если это воспринимать целостно – я живу в ужасном месте, жизнь моя не удалась, все безнадежно и так далее – то, конечно, легко себе заработает такое снижение депрессивное настроение. На лекции десятки слушателей, ведь бетонные коробки спальных районов – типичная картина для многих новосибирцев. Я с пяти лет жил в девятиэтажке панельной. Появилось ощущение, что довольно это все не то, что плохо или тягостно, а как-то вот живешь в каком-то действительно муравейнике, когда много людей, постоянно кто-то заходит, кто-то выходит. Психолог объясняет – проблема в том числе и в современном восприятии. Ведь еще полвека назад переезд в новый панельный дом, в собственную квартиру, был огромной радостью. Но человек по своей натуре тянется к природе. Чтобы атмосфера не давила, эксперты советуют украсить свою квартиру. Очень хорошо, когда в доме как можно больше жизни. Растения, питомцы, ну и какие-нибудь всякие волшебные артефакты, типа ловцов солнца, какие-то гирляндочки. Потому что внутри у нас у всех есть малыши, дети, которые на все это дело любят смотреть, радуются. Тематические встречи в эти дни проводят в театре «Красный факел» в рамках проекта «По классике» перед премьерой спектакля «Леди Магбет Мценского уезда». Место действия не терем 19 века, а спальный район 21-го. Проект «По классике» – это просветительский проект. Очень часто зрители остро реагируют на те изменения, которые происходят на сцене с текстом. У нас все близко к тексту, но вот место действия изменено. Поэтому мы решили, что зрители должны знать о том, что они увидят, и нашли точки сопряжения. Криминально-любовная драма в декорациях серых высоток развернется уже в середине марта. Екатерина Широких, Евгений Павлов, новости ОТС. Балетный класс «Душ и поезд» – новое прочтение старой истории про гадкого утенка подготовил Новосибирский областной кукольный театр. От сказки Ганса Христиана Андерсена только переполетели, остались дикторские вставки, где зачитываются реальные отрывки из произведения. Все остальное – полет фантазии творческой труппы театра, где оставлена главная тема – гадкий утенок страдает от того, что не помещается в чужие рамки. И самый яркий образ с этого – балетный класс. Там, как известно, всегда стандарты крайне высоки, а слово «компромисс» отсутствует. Там любят не просто так, а только за что-то. А вот балетный класс – это такая самая максимально далекая ассоциация. Просто у Андерсена есть сцена, когда он попадает в избушку, где старушка и кот, и курица, может быть, вы помните, да? Но там была вот эта мысль про то, что курица ему говорила, ты должен нести яйца, и тогда тебя будут любить. А кот ему говорил, ты должен догибать спинку, и тогда тебя будут любить. Ну, то есть они как бы говорили, вот мы взяли за основу вот это, что ему говорят, что делать и как себя вести. И нам показалось, что балетный класс – это самое такое место, где всегда говорят, как надо. Премьера кукольного спектакля 8 марта в праздник «Мам». К слову, их линия в новом спектакле очень сильная. В отличие от сказочной, сибирская кукольная мама по-настоящему любящая. Но, конечно, пройдя испытания, гадкий утенок становится прекрасным лебедем. И уже ничто и никто не помешает ему быть самим собой, наслаждаясь свободой полета в компании таких же, как он, совершенных птиц. Мы с утенком очень сильно сроднились, стали почти единым целым. И вообще, мне кажется, каждый человек похож на этого гадкого, потому что бывают взлеты, падения, когда не можешь найти своих. Главное – ждать, дождаться, и свои придут. К этому часу это все темы. Еще больше новостей читайте на Горсайте и смотрите записи наших программ на сайте ОТС-ТВ. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. Прогноз на 8 марта. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами снег. Ветер западный 3,8 м в секунду. Влажность 76%. Температура ночью – 11,13, а днем – 6,8. В последующие два дня будет облачно с прояснениями. В субботу – минус 3,5, а в воскресенье – до 2 градусов тепла. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова